Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Рудая. Сегодня у нас в гостях Татьяна Игнатова, моя коллега, журналист, педагог и писатель. Татьяна, здравствуйте! Добрый день, Мария! Ты в 2016 году вошла в топ-100 лучших молодых поэтов России. Расскажи, пожалуйста, что тебе это дало? И вообще как-то ты свою поэтическую деятельность не забросила? Ну, наверное, сложно забросить то, к чему лежит душа, потому что это как-то противоестественно. Для меня писать – это так же, как пить, есть, дышать, наверное. Просто невозможно взять и бросить писать прозу или сочинять стихи, потому что в какой-то момент какое-то наваждение накатывает, вдохновение, и невозможно отделаться от этой идеи, от этой мысли, пока она не будет вылита на бумагу или в документ Word хотя бы. Татьяна, я могу поздравить тебя, ты книгу выпустила. Да, в феврале этого года вышел мой первый личный, так сказать, авторский сборник «Точка расы». Что вошло туда? Это лирика или это какая-то, может быть, политическая поэзия, проза? У меня как раз это сборник прозы, потому что сейчас делаю больше упор именно на прозаические произведения. Здесь фантастические рассказы и новеллы антиутопии. Наверное, такие рассказы появились именно благодаря переплетению в моей натуре журналистского начала и художественного. Потому что, с одной стороны, хочется показать красоту окружающего мира, а с другой стороны, как журналисту, сложно не обращать на несовершенства, которые находятся вокруг нас. И вот эта внутренняя потребность ворчевать раны общества, она поэтому и выливается вот в такие причудливые формы. Таня, ну вот ворчевать раны общества очень красиво, очень так ты образно выражаешься. Скажи, пожалуйста, как журналист, какие проблемы тебя волнуют? Что ты отобразила в этой книге? Ну, во-первых, там есть рассказ, с которого начинается этот сборник. Там как раз нарисовано идеальное общество, где был принят закон, который практически ликвидирует преступность во всем мире. И в этом рассказе, не буду спойлерить, раскрываются различные детали, которые демонстрируют, что даже общество при внешней его идеальности все равно имеет какие-то моменты, которые нужно решать не с помощью законов, а с помощью каких-то нравственных человеческих принципов. И какими не были бы развиты высокие технологии, все равно человек, человеческие отношения, принципы и нравственность должны стоять во главе угла. Потому что иначе люди просто превращаются в машины, а это невозможно. Так как у нас, помимо животного начала, есть еще и социальные. Таня, скажи, пожалуйста, ну вот есть такие мастера антиутопии, как Замятин, как Джо Шоруэлл. Вот ты их произведения как-то вот брала на заметку, когда писала? Наверное, Замятин в какой-то момент и вдохновил меня на переход вот как раз в жанры антиутопии, такие вот фантастические новеллы. Еще я безумный фанат Шекли, и мой любимый рассказ, фантастический, это «Запах мысли». Всем рекомендую прочитать, потому что это не только классное произведение, но еще и, мне кажется, такой рассказ, который, в принципе, может помочь людям жить лучше. Потому что там очень глубокая мысль заложена, которая говорит о том, что человек определяет его мысли. И я очень часто с этим в жизни сталкиваюсь и думаю, что действительно, если окружающие это поймут, им станет жить легче, приятнее, интереснее. Ну ты вот такие вот проблемы в творчестве облекаешь, да? Скажи, а вот те проблемы, которые у нас в городе существуют, вот тебя волнуют больше всего что? Ну я сейчас занята в основном в педагогической деятельности, и поэтому меня больше всего беспокоит тема подростков и проблема того, что в семье подчас детям не дают раскрываться и развиваться. Даже если родители, а, наверное, все родители хотят самого лучшего для своих детей, стараются им дать вот это самое лучшее, подчас бывает такое, что их представление идеального не совпадает с тем, что действительно на самом деле нужно ребенку. Вот, и у меня последний мой рассказ, который сейчас вот в редакторе, в обработке находится, скоро я его публикую в социальной сети, в своем паблике, он как раз рассказывает о том, как девочка-подросток в будущем выбирает, куда ей пойти учиться. И тоже, да, не буду спойлерить, но там появилась такая идеальная технология, которая распознает способности, которые есть у человека. И, опять же, в этом рассказе говорится о том, что даже если есть идеальные технологии, которые скажут тебе, какие у тебя есть способности, а если перенестись в наше время, да, какие-то тесты профпригодности, какие-то толпы популярных профессий, это все равно не гарантирует, что ты в этой работе будешь счастлив и успешен. Потому что, да, современный афоризм гласит, что если ты работаешь не по своему призванию, ты просто неконкурентно способен. И, наверное, тоже, да, хочу посоветовать современным одиннадцатиклассникам, абитуриентам, вообще ученикам выпускных классов, конечно, слушать своих родителей, учителей, наставников, но и прислушиваться к себе. Потому что очень часто нам говорят, что нужно, ну, себя не слушать, что то, что у нас идет от внутреннего «я», это пагубно. Но на самом деле я думаю, что это не так, потому что это органичная и естественная реакция, да, нас самих, нашего настоящего «я» на окружающее, на происходящее. И поэтому, наверное, вот так надо в голове аккуратно складывать кирпичики чужого опыта, собственных знаний, стремлений и так далее. Тань, когда ты выбирала журналистику, у тебя не было сомнений? То есть ты уже знала, что ты хочешь заниматься именно этим? Ой, ну это вообще очень интересная история. Меня привлекала биология и литература в одиннадцатом классе. Еще был опыт семилетних занятий в кружке по астрономии. И вообще как бы в школе я старалась развиваться во всех направлениях, в тех, в которых у меня была возможность. И потом я в какой-то момент поняла, что журналистика – это то, что мне нужно, потому что журналист – это как раз тот человек, которому нужно быстро погрузиться в какую-то сферу деятельности и практически, да, в течение нескольких часов выйти на уровень, ну там, полупрофессионала. И поэтому я туда пошла и, наверное, ни разу не пожалела, что я получила это образование, несмотря на то, что я сейчас, ну, грубо говоря, по профессии не работаю, я только преподаю журналистику. По поводу преподавания хотела поговорить с тобой. Ты как раз вот опыт журналистики преподаешь ребятам молодым, да? Да. Скажи, как, есть ли желающие, много ли хотят пойти в профессию вообще, способных писать, способных выражать свои мысли? Я в восторге от нынешнего поколения. Просто вообще. Я в восторге от ребят, которые приходят ко мне на занятия, потому что это неповторимое ощущение, когда видишь детей, которые раскрываются на занятиях, которые находят свое призвание уже сейчас, которые вдруг начинают четко осознавать, куда им нужно идти поступать, в том числе и на журналистику. Потому что действительно нынешнее поколение очень восприимчиво и очень способно к новым технологиям, к новым инструментам. Они достаточно по-трезвому, и взрослые глядят на то, что с ним происходит, и на постановку задач. От них получаешь грамотный фидбэк по работе. Это очень ценно и очень приятно, что в какой-то момент я могу приложить руку к формированию новой личности, к успешному путешествию новой души, наверное, в этом мире. Вот так. То есть получается, они такие уже цельные, готовые личности? Не всегда приходят цельные, но цельные на первый взгляд. Хотя мне кажется, что любая личность внутри цельная. Надо просто уметь к себе прислушаться и научиться обращаться с собой. Вот так вот. Таня, скажи, пожалуйста, ты им объясняешь, что журналистика – это не просто красивая картинка или красивый текст, что это образ жизни, что это тяжелый труд? Любая профессия – это тяжелый труд. И когда читаешь какие-то проспекты, где в университетах обещают на каждой специальности райскую жизнь и так далее, понятно, почему ребята не знают, что выбрать. А вот когда ты рассказываешь ребятам, что их реально ждет хорошее, и что может быть сложным, трудным, где придется развиваться и расти, тут уже возникает такая вещь, как готовы ли они терпеть это ради чего-то хорошего. И отказываться от этого, допустим. И от чего-то отказываться, терпеть какие-то лишения и так далее. Но мне кажется вообще, что журналист – это, наверное, не профессия и даже не труд, а это какой-то образ мышления. И жизнь, я бы даже сказала. Да, образ жизни, образ мышления. Если ты журналист, ты остаешься журналистом всегда. Таня, ну помимо преподавания журналистики, ты еще занимаешься развитием каких-то ораторских способностей. Вот скажи, пожалуйста, сейчас, наверное, и молодежь, и взрослые люди, я это знаю, потому что часто беру интервью, но говорят хорошо, говорят, могут. Есть способность говорить лет 10 назад, этого не было, люди были зажаты. Вот сейчас это востребовано, сейчас это нужно вообще? Нужно, но в плане того, с чем люди ко мне конкретно приходят, я замечаю, что если раньше был фокус именно на том, чтобы себя как-то правильно подать, какой-то гениальный текст, может быть, написать, подобрать аргументы, то сейчас люди, видимо, овладев вот этими первоначальными навыками, типа там избавиться от стресса перед выступлением и так далее, более глубоко начну эту тему изучать. Сейчас появился вот как раз интерес к технике речи, это вот мой голубой океан, то, что я люблю, то, чем я занимаюсь. И людям интересно не только убедить, какую-то мысль донести, но и, в принципе, говорить хорошо всегда, не только на каких-то отдельных выступлениях. Ну, этим я с ними на занятиях занимаюсь, мы прорабатываем речевой аппарат, артикуляцию, дикцию, и вообще очень приятно, что к ораторскому мастерству, в принципе, интерес повышается, потому что очень часто выигрывают именно не знания, а умение их подать на конференциях даже, на каких-то научных. У меня тоже был такой опыт, и, наверное, в тот момент это и подтолкнуло меня к изучению ораторского мастерства и позже к транслированию своих знаний окружающим. Скажи, пожалуйста, техника речи, что это что? Это вот скороговорки читаете, что делаете? Ну, это как раз подготовка органов дыхания, органов, которые отвечают за грамотную артикуляцию. Можно просто обычные скороговорки читать с разной скоростью. Также это проработка отдельных сочетаний звуков, для того, чтобы, когда они, например, встречались, или какие-то длинные сложные термины, у человека не было проблем с их воспроизведением. Что ты нам продемонстрировать можешь? Может быть, какую-то самую элементарную гимнастику, звуки, скороговорки, то, о чём ты говорила? Ну, во-первых, можно читать скороговорки от медленного к быстрому. Есть прекрасная скороговорка, она, по-моему, называется скороговорка Лигурия. Гуляет по интернету, длинная-длинная скороговорка, слепленная из нескольких. Для того, чтобы тренировать свою дикцию, достаточно с утра прочитать вот эту скороговорочку, и можно прям физически почувствовать приятное тепло в области рта, щёк, губ и так далее. Ну и моя любимая гимнастика – это гимнастика артикуляционная. Это упражнение «Помадка», когда мы прокатываем губы друг по другу, как валики, вот так. Когда красим губы, практически мы все так делаем. Да, можно сказать, что девочки от природы, так сказать, расположены к помадке. Ещё есть упражнение «Хоботок-улыбочка», когда мы сильно тянем губы вперёд, как будто бы в поцелуйчике, и растягиваем улыбку. Если делать это упражнение перед зеркалом, с утра ещё можно зарядиться хорошим настроением, потому что улыбка. То есть мы сами с утра подарим улыбку миру, и наше зеркало вернёт нам её потом в обраточку. Скажи, пожалуйста, были ли люди, которые приходили с нарушениями дикции, и потом вот такие занятия им помогали реально на твоей практике? Ну, у меня в основном приходят с вялостью речевого аппарата. Это, то есть, когда приходят люди, и у них какие-то гласные-согласные звуки произносятся неразборчиво. Вообще кажется, что тихая-тихая речь. На самом деле речь не тихая, просто вот звук, он не доходит через вялое губы, которые плохо артикулируют. И мы это тоже разминали. Ну и, как правило, у всех, наверное, людей, которые уходят с этих занятий, у них заметное улучшение. И это очень приятно, потому что когда потом мне пишут спасибо, мне это помогло в такой-то ситуации, я очень рада, что могу сделать человеку что-то приятное и полезное. Таня, вот скажи, пожалуйста, артикуляция, речевой аппарат, техника речи, это всё очень нужно и очень правильно. Но как быть, если у людей... Ну, как бы всё же начинается в любом случае с головы, с тех мыслей, вот то, о чём ты уже говорила, да? Если у человека мысли путаются, если собраться не может, что здесь делать? Ну, это происходит из-за страха публичных выступлений. И основной, наверное, в прошлом такой заказ, когда приходят люди на занятия, говорят, я боюсь выступать публично. Тоже есть различные инструменты, психологические тренировки и так далее. Ну, у самого, наверное, известного тренера аппаратурского мастерства, гандапаса, я взяла на вооружение такой инструмент, когда, выходя на сцену, нужно просто себе мысленно проговорить, что сейчас ничего страшного со мной не случится. Потому что вот как раз гандапас говорит о том, что вот этот страх публичных выступлений к нам пришёл от предков, что раньше когда-то находился не внутри племени, а по отношению конфронтации с другими участниками, да, своей общины. Ну, то есть сейчас, когда мы выступаем публично, фактически мы повторяем вот эту модель. И, в общем-то, это означало фактически смерть для человека, если бы он в первобытные времена остался один. Вот, я, например, себе мысленно говорю, что со мной ничего страшного не произойдёт, соблезубый тигр не выпрыгнет на меня из-за кафедры, люди, которые сидят в зале, обязательно дадут мне кусочек мамонта. В общем-то, что они друзья, они враги, да? Да, что они друзья. Главное себя в этом убедить. Есть ещё такая созидательная установка, тоже я её использую. Когда прихожу на какие-то мастер-классы, тренинги, я думаю, боже мой, 100 человек собрались в одном месте и решили посвятить 2 часа своего времени моему выступлению, тренингу и так далее. Это же так прекрасно. У меня есть инструменты, которые я собирала в течение нескольких лет. И вот сейчас у нас с ними будет уникальная возможность поделиться своими знаниями, опытом друг с другом. И это тоже очень поднимает тонус, и сразу себя чувствуешь не как человеком, которого сейчас будут готовы расстрелять, а таким, знаете, дарителем, творцом и так далее. К сожалению, я вынуждена попрощаться с тобой. Спасибо большое, что нашла время, пришла, так зарядила позитивом. До свидания. Всего доброго, Мария. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова